это резинки обычные канцелярские вдвое и и складываем мешочек подгибаем и надеваем все готово работаем плотно натянутым мешком и когда глазурь здесь уменьшится вы просто берете подтягивайте резинку это очень просто делается и у вас всегда хорошее натяжение мешка когда вам нужно открыть мешок вы просто делаете уть и все готово очень очень просто советую пользоваться этим способом и кончик насадки обязательно закрываем влажным полотенцем чтобы глазу не подсыхала обещала показать вам базовые упражнения по работе с глазурью потому что все сложные мастер класс уже опубликовала на канале а самое простое забыл и так это база это упражнения с которых стоит начать первая техника которую мы с вами изучим это водки на пряниках для того чтобы залить их заливочной глазурью по консистенции мастер-класс опубликовала в прошлый раз смотрите в закрепленном комментарии под этим видео и так для водок я обычно использую насадку номер два отека в крайних случаях тройку это когда очень большие пряники и нужна крупная дамба толстенькая чтобы глазурь не выливалась но обычно это двойка при какой-то тонкой работе можете использовать и нолик это переходник малый его я использую чтобы менять насадки не меняя мешок вот эту насадку прячу под влажное полотенце чтобы она не подсыхала она мне чуть позже тоже понадобится и вообще всю глазурь и обязательно закрывайте влажным полотенцем линия показываю как надо а потом как не надо мешочек держим не вот так это довольно сложно а как ручку как художники будем с вами сейчас рисовать мы берем насадку кончик у нас липкий мягкий он должен быть чистым если у вас вот тут глазурь на кончике как у меня сейчас то ниточка может закручиваться поэтому берем влажное полотенце и вытираем кончик насадки у него касаясь кончиком насадки поверхности пряника или торта и сразу же поднимаюсь в воздух хорошо поднимая сантиметра на 3 на 4 прекращаю давить заранее и укладываю линию туда куда мне нужно я не давлю положила убрала в сторону чтобы не было пике вот такая ровная линия у вас должна получиться перед тем как переходить к облотке пряника пройдите на столе это упражнение 1 5 то есть только когда у вас получаются вот такие три или четыре или даже лучше 5 ровных линий которые близко друг другу на одинаковом расстоянии без пик значит вы уже хорошо владеете техникой и на пряники совершите меньше ошибок если все-таки получился какой-то дефект то исправляйте шилом или зубочисткой давайте пройдем ошибки которые возможны при этой технике первое это когда вы сильно тянете нить и она рвется также бывает когда у вас пузырь но здесь ничего страшного просто подождите пару секунд когда линия чуть-чуть подсохнет и вы с легкостью и снимите с пряника она даже следа не оставит если будете счищать то лучше во внутреннюю часть пряника него внешне следующая ошибка это когда вы начинаете долго стоите на месте пусть я уже давлю но все еще стою на месте чего-то жду потом я делаю ровную линию а в конце я не прекращаю давление а продолжаю меня получается вот такой вот безобразие как это исправляется хвостик счищаем этот хвостик тоже счищаем но вот эти движения отнимают достаточно много времени это же кстати можно делать влажной кисточкой не мокрая именно чуть-чуть чуть-чуть ели влажной так вот чтобы не тратить на это время и делать работу опрятно просто делайте ее чисто самого начала аккуратно войдите сразу же начинаете двигаться заранее прекратите давление положите ниточку и уберите в сторону чтобы не было пике следующее движение на пряники вы будете стыковать вот к этой линии вибрирующими движениями стыкуемся и отсаживаем линию которую вам удобно причем эта линия может состыковаться и здесь посмотрите мягкий аккуратный вход никаких дефектов можно поставить точку здесь пойти дальше двигаться да то есть это все довольно несложно но нужно тренироваться будьте спокойны если у вас сразу не получается идеально или за скоростью точно не гонитесь если вы будете спешить самого начала то у вас будет грязная работа и вы еще больше времени будете тратить на почистку пряников просто наслаждайтесь процессом старайтесь делать аккуратно роспись пряников это вообще для тех кто любит покайфовать развязать и вышивать вот такое все рукодельное то есть это не столько кондитерка сколько украшательство напишите пожалуйста в комментариях если здесь фанаты росписи пряников такие же как я очень это люблю посмотрите все с провисанием я сейчас очень высоко поднимаюсь видно да вот у меня ниточка вообще сверху льет и таким образом вы можете оттяжать линию куда вы хотите и как хотите если же вы будете вести ее по поверхности и пытаться сделать ровно у вас никогда этого не получится она будет странная но здесь я конечно утрировала но смысл в том что вот смотрите я по поверхности пытаюсь провести вот и у меня не очень-то хорошо получается часто во время роспись и трясутся руки поэтому пальчиком придерживаю насадку чтобы все было ровно когда вы делаете какие-то обводки очень мелкие например вот вам нужно чтобы такое вот обвести здесь сильно не поднимаемся мы работаем практически по поверхности а иногда даже нужно расплющить эту линию такую технику часто тоже приходится применять например на вышивки кистью техника вышивка кистью моя любимая ей можно делать чудеса очень красивые цветочки давайте покажу вам фрагменты я начинаю очень тонко как вы расплющивая а на лепестки я отсаживаю наоборот толстую колбасу то есть медленно двигаюсь и сильно давлю затем уменьшаю давление и как бы вытираю насадку прекращаю это давление и выхожу в тонкую нить вот это лишнее уберем его и беру влажную кисть синтетика номер один и вытягиваю мой лепесточек как бы вышиваю гладью обратите внимание что забираю глазурь айсинг я со середины вот этого жгутика и если я буду делать это давайте покажу вам как не надо делать ошибки если я буду делать это вот так вот то есть расплющивать всю колбаску у меня и получится непонятно что часто еще совершать следующую ошибку это когда надавливать сильно и потом вот так вот вытягивать нет мы должны постепенно как будто с горки со снежной горки спускаемся на санках постепенно вытягивая ниточку получается вот такой красивый лепесток вышиваем по одному лепестку и отсаживаем тоже то есть следующий лепесточек у нас пойдет рядышком и у меня на канале вы можете видеть мастер-классы где я расписываю в этой технике не только пряники но и скимошки также можно делать на тортах украшенных ганашем то есть каким-то плотным масляным кремом шоколадным от которого глазурь не растечется и плавно переходим к бусинкам которые например нужно отсидеть в центре цветочка бусинки лучше делать глазурью более жидкой чем база чтобы у вас не было пик если приспособиться их вообще не будет мы стоим на месте угол 90 градусов то есть насадка сверху я чуть-чуть показываю сбоку чтобы вам было лучше видно прекращаем давить и убираем вверх образуется пика которую мы правим влажной кисточкой но это долго это реально долго правлю как бы бог ее заглаживаю поэтому я предпочитаю делать более жидкую газу и пику в конце я насадкой стараюсь вот так вот уводить и благодаря этому их нет никогда не делайте вот эти точки когда у вас вот так вот торчат пики лучше не делать пряники вообще чем делать с этими пиками поверьте это смотрится очень неопрятно и не надо этим заниматься если пики образовались это часто бывает ну подправьте их кисточкой даже просто и все у вас будет красиво и эстетично точечки мы с вами прошли теперь давайте пройдем бусины я поменяю насадку просто чтобы она была побольше вам лучше было видно напоминаю это была двойка от эко прячу ее под влажное полотенце вдруг еще пригодится возьму например семерку уилтон большую насадку ее обычно я использую для работы с кремом делаю бутончики на цветах но также часто делаю бусинки на пряничных джонниках или супер больших пряников и так техника заключается в следующем угол уже не 90 градусов то есть я не сверху держу а под углом 45 градусов я ставлю насадку на поверхность изделия в данном случае у меня доска и давлю давлю-давлю набрала нужный объем если хотите большую бусинку продолжать давить прекратила давить и убрала строго в сторону следующую бусинку буду осаживать не на бусину а вот на этот хвостик под таким же углом стою давлю набираю нужный объем как в первый раз прекратила давить убрала в сторону и то же самое повторяю с последующими бусинками такие ошибки могут быть этой техники это когда давят да еще и сверху а потом пику убирают вверх я кстати часто вижу даже опытных девчонок которые украшают айсингом или кремом они вот такие вот бусины делают я не понимаю зачем когда охотник можно спрятать согласитесь вот этот вариант и вот этот но это совсем разные вещи следующая ошибка это когда вы сильно близко бусины отсаживаете ну то есть вот прям вот так это тоже кстати красивый бордер согласитесь но не то что мы хотели следующая ошибка которую мы можем допускать это движение во время отсаживания глазури вот я двигаюсь пытаюсь отсадить бусинками получается такой как лично жемчуг это вообще прям очень некрасиво и так не делайте и еще одна ошибка а все они больше их нет то есть ваша задача просто раз отсадили подвинулись даже отлипать не обязательно просто двигайтесь в момент работы будут у вас разные варианты красивых бусинок то же самое можно делать маленькими насадками это очень красиво смотрится сейчас я на экран выведу вот сюда работы с этой техникой с этими бусинками как она классно смотрится кстати смотрите этот же вариант только насадка ракушка звездочка открытая номер 16 отека правда классно давайте еще вам покажу технику завитки на домиках она часто используется различные скроллы да так называемые очень интересная штука это барашек когда мы берем и как бы в воздухе крутим три четыре пять шеста прекращаем убрали и так пол оборота чуть больше диаметр и еще больше диаметр 3 4 будет такой же как 3 5 будет такой же как 2 а последний шестой будет такой же как первый на эти барашки можно отсаживать различные красивые завиточки скроллы когда первый слой подсыхает мы делаем например вот такую штучку а на нее уже отсаживаем вот такой завиток очень люблю в этой технике украшать торты домики такой классический стиль который я очень очень люблю и давайте вам покажу как делать вот эти завитушки мы держим насадку под углом 90 градусов я чуть-чуть наклоню просто чтобы вам было лучше видно и отсаживаем много потом то здесь как раз таки я стою на месте давлю на хорошо объем тут тоже давлю и постепенно прекращаю давление но двигаюсь продолжаю двигаться все и вытираю кончик насадки чтобы завиток был ровный красивый следующий завиток чаще всего у нас идет вот сюда и то же самое много давлю давлю прекратила убрала правда красота это можно делать разными насадочками сюда я обычно завершаю какой-нибудь такой вот бусинкой дефекты какие-то недостатки тут у меня попал воздух правлю обычный важный такой полусухой кисточкой надеюсь эти базовые упражнения помогут вам красиво украшать пленники по моим мастер-классом ссылки смотрите в закрепленном комментарии под этим видео обязательно подпишитесь и если вам понравилось это видео пожалуйста поделитесь им с друзьями своих социальных сетях это очень поможет продвижению моего канала забыла давайте еще цветочек делаем и так снимаем насадку правда удобная штука переходник с пряниками очень очень нужно одеваю 129 уилтон держу насадка строго вертикально ставлю ее на поверхность и прокручивая отсаживаю маленький красивый цветочек обожаете цветы их можно отсадить на файлик смазанный небольшим количеством растительного масла затем когда цветочки полностью высохнут вы можете украсить ими любое свое изделие любой пряник торт куда угодно сделать их разного цвета это очень-очень здоровская техника переходите по ссылкам закрепленном комментарии смотрите мои мастер-классы по росписи пряников чуть не забыла размер мешков сказать это обычные китайские мешки одноразовые многоразовые я не использую для пряников размерах 22-25 сантиметров продаются вот таких упаковках после штук на рынке садовод такие можно купить за 70 80 ну иногда 85 рублей оптом а опыта от пяти упаковок с подружками съездите купите очень дешево магазинах такие обычно стоит сейчас россии где-то по 150 рублей раньше они стоили довольно дорого и за 250 можно было купить но теперь это все становится доступнее поэтому не экономьте на мешках 100 штук в упаковке их намного хватит